И почему ты еще не на стримах Hell Yeah Play? High Five Top не спал год, пожертвовал жизнью ради шестиминутного видео. Экстра Бау, с вами Ликей. Современное искусство... Да, потом Булжатий и Бэткомедиан. Это лабиринт из смыслов и интерпретаций. Часто оно создает больше вопросов, чем отвечает на них. И сегодня я расскажу тебе об одном художнике-перформере, который поразит тебя своими мучительными и безумными перформансами. Легенда с неимоверной силой воли и человек до мозга костей, живший искусством. Приготовься к удивительной истории Тхэчин Сина. Негр грустный, он говно. Думаю, многие из вас хотят стильно и недорого одеваться, но топовые бренды ушли из страны. Не переживайте, есть достойный магазин кроссовок и одежды hustle.rf. У них в наличии более 3000 кроссовок по доступным ценам. Реплика, да. Редкие и эксклюзивные модели... Понятно, реплика. Паль. Тели, которые вы сейчас нигде не купите. Да, вы нигде не купите. Это точно не премиальная реплика. Глядя на цену. Могу сразу сказать, не советую брать. Я практически уверен, что придет полный пиздец. Тхэчин Си, он же Сэм, родился в 1950 году в Тайване в семье из 15 детей. Бросив школу, Си увлекся написанием картин. И уже тогда он решил посвятить свою жизнь искусству. После того, как он три года отслужил в армии, Си переключился с картин на перформансы. И свой первый перформанс он совершил еще в Тайване в 1973 году. Назывался он просто прыжок. Си прыгал со второго этажа здания на асфальт. В результате этого перформанса он сломал себе обе лодыжки. Идея и смысл сего действия никогда не комментировались самим художником. Что будет довольно характерно и для его будущих перформансов. Местная публика не нашла привлекательными изыски Си. И разочаровавшись в этом, художник решил перебраться в США и попытать удачу там. Сделал он это абсолютно нелегально, прибыв в Америку без визы и практически без денег. Как говорил сам Си, он ошибочно думал, что Нью-Йорк являлся маленьким городом. И на поиски района Соха у него ушло два года, так как он боялся пользоваться метро, являясь нелегалом. Первые несколько лет Си работал мойщиком посуды и уборщиком. В 1978 году он начал серию своих годовалых перформансов с акцией под названием «Клетка». Художник запер себя на год в своей студии в небольшой клетке с кроватью, ведром, умывальником и лампочкой. Также в течение года он отказался разговаривать, читать, писать, слушать радио или смотреть телевизор. Перформанс был нотариально заверен, и нотариус лично проверял, что Си действительно находился в клетке целый год. Его друг приходил каждый день, чтобы принести еду, забрать отходы и сфотографировать Си. Никаких бесед с другом не велось, согласно условиям перформанса. Само действо было открыто для посещения публикой раз или два в месяц. Позже Си рассказывал, что представлял, будто бы угол кровати – это его дом, а комната – улица. Гуляя по комнате, он как бы выходил из дома, а потом в него возвращался. В начале эксперимента Си побрился на лысо, и за год его волосы отросли. Это фотография последнего дня в клетке. На стене художник отмечал каждый прожитый день. Перформанс не получил широкой огласки у общественности, однако Си это не волновало. Едва закончив эту акцию, он уже готовился к следующей, возможно, самой своей безумной и жестокой по отношению к самому себе. В 1980 году в течение года Си каждый час ставил печать в специальных часах, которые находились в его студии, после чего уходил. Плюс ко всему, каждый час он фотографировал себя возле этих часов. Художник также побрился на лысо в начале эксперимента, чтобы рост волос показал, как проходит время. Только представьте себе, вам нужно быть ровно через час в одном и том же месте на протяжении круглых суток в течение года. Это был очень мучительный перформанс, особенно во время сна. Да какого там сна, его как такового и не было. Си ложился недалеко от комнаты около будильника, и едва провалившись сон, ему приходилось вставать, надевать одну и ту же форму и идти пробивать карточку в часах и фотографироваться. Из 8 760 раз Си не смог поставить печать ровно в 0-0 всего 133 раза. Он делал это либо раньше, либо позже, либо не мог проснуться. Из фотографий, сделанных возле часов, Си смонтировал 6-минутный фильм. Это фильм про человека, который пожертвовал годом своей жизни ради этих нескольких минут. Социализация, жизни, даже сон, все это было заменено этими часами. Он должен был быть там каждый час. Каждый день нашей жизни похож на предыдущий. И по сути, все, что мы делаем, это просто ждем следующий час. Так прокомментировал свой перформанс Си. В 1981 году художник принялся за свой новый перформанс. В течение года он решил оставаться на улицах Нью-Йорка. Ему запрещалось... Блин, просто лютый чел. Только хочу бесполезное говно делать. ...ходить в здания или какие-либо другие укрытия. В том числе автомобили, поезда, самолеты, лодки или палатки. С собой у него был только рюкзак и спальный мешок. Сей перформанс снимался на камеру, однако делалось это редко. Так как Си это мешало полностью погружаться в процесс бродяжничества. Художник провел на улице осень, зиму, весну и лето. И именно этот год был самым холодным в Нью-Йорке за последний век. За все время Си был в помещении только 15 часов. Этим помещением оказался полицейский участок, куда его доставили за то, что он применил нунчаки в уличной драке в качестве самообороны. Си называл этот перформанс одним из самых тяжелых, но не физически, а морально. Так как он часто сталкивался с презрением людей из-за его вони. Сразу после перформанса «Улица» в 83-м году Си и американская художница Линда Монтана провели вместе целый год, будучи привязанными друг к другу двухметровой веревкой. Им приходилось находиться в одной комнате, но запрещалось притрагиваться друг к другу до конца года. Спали они на отдельных кроватях. Как всегда, в начале перформанса были побриты головы, и чистоту акции заверил нотариус. Этим действом Си хотел показать привязанность людей друг к другу. Он хотел сделать этот перформанс больше похожим на каждодневную жизнь пар. Поэтому вместе с Линдой они занимались обычными вещами, которыми занимаются пары. В том числе они вместе делали ремонт в его студии. За год вместе художники записали множество кассет со своими беседами. Но эти кассеты были запечатаны и никогда не прослушаны. Это чисто фишка Си – не договаривать, делать искусство чисто для себя. Далее эта его особенность раскроется в полной мере. Потому что правообладатели их вынесли, Хэск. Логично? Нет, братан. Следующий перформанс Си начался... Ну неужели непонятно почему? ...в 1985 году. И суть его заключалась в следующем. В течение года художник не будет заниматься искусством, говорить об искусстве, смотреть на искусство, читать книги об искусстве или ходить в музеи. Этот год был подготовкой к финальному перформансу Си, который он начал в следующем, 1986 году. 31 декабря, в свое 36-летие, Сипр возгласил, «Следующие 13 лет я буду заниматься искусством, но я не буду показывать его публично». И до его 49-летия все так и произошло. Лишь 1 января 2000 года он сделал еще одно заявление. «Я сохранил себе жизнь. Я прошел 31 декабря 1999 года». И после этого Си перестал считать себя художником и больше никогда в жизни не занимался искусством. С тех пор прошло 23 года, и мир больше никогда не видел новых перформансов Си. Сейчас художнику 72 года. Он все так же нелегально проживает в США и иногда дает интервью разным изданиям. Си превратил свою жизнь в искусство. Он не занимался им отдельно от повседневной жизни. Его жизнь им и являлась. В конце своей деятельности художник так обобщил свои идеи. Жизнь – это пожизненный приговор. Жизнь – это проходящее время. Жизнь – это свободомыслие. Че-то... Ну... Возможно, я, конечно, не понимаю его глубочие... Мысли, конечно, безумно простые. Вообще просто... Вот это вот вообще... Как будто ТП написало у себя в статусе ВКонтакте. Значит, абсолютно неинтересная мысль. Безумно поверхностно тривиально. Но... Вот его перформансы, конечно... Может быть, они какие-то тоже глубок... Не знаю. Какая-то хрень полная. Просто хрень. Но... Сила воли у него, конечно, жесткая. Ничего не сказать. Продолжение следует...